Всем привет, дорогие друзья! С вами Енот, а это клуб настольных игр Мир в коробке. И сегодня у нас итоги года и поздравления. И начнем мы с итогов. В принципе, вот эти вот все игры были куплены за этот год, но даже не все. Дома еще валяется Могорыцарь, полное издание от лавки игр. Первая цивилизация вот такая здоровенная, купленная за 10 долларов с барахолки, причем не настольной. Также тут не хватает коробочек дополнений от Покорений Марс и вообще от кучи допов, там коробочек, пакетиков, инструкций и так далее. За этот год у нас куплено порядка 80 настольных игр. Ну, как куплено, кое-что нам подарили. Такие игры, как Сумерки Империи, вот мы здесь видим, нам также подарили игру Прогулка по Бруно. Очень крутая настольная игра. Ряд игр мы купили за 5 долларов, за 4 доллара, за 10 долларов. То есть не тот же самый там Каркасон, большая уборка и 8-минутная империя. Это игры, которые нам обошлись буквально в 150 гривен, там 200 гривен, это 4-7 долларов, что очень здорово, что очень круто. Вот. Также нам подарили игру Мастер Минт, маленькую, а потом за 50 гривен я смог найти большую на барахолке, что очень здорово и приятно. Вот. Сыграно у нас, я вот лично, то есть у нас в клубе есть я и два моих помощника игротехника Кэп и Даня. И сегодня, в этом году у нас пополнение, у нас новый игротехник. Это Бодя. Привет, Бодя. Вот. Мы про тебя помним. Вот. И в этом году лично я сыграл в где-то 50-55 настольных игр, благодаря, причем даже не столько в свои игры, потому что мои игры больше рассчитаны на клуб, на более простых людей, да, а в сложные игры, которые к нам приносят наши игроки. Вот. Теперь я хочу поблагодарить таких игроков, как Дима, Эд, Рома и Коля. Вот. Всем вам привет. Я вас благодарю за то, что вы приходите, приносите свои настольные игры и, как говорится, играете у нас на базе нашего клуба и даете мне в них тоже поиграть. Вот. Хочу поблагодарить организацию, в которую мы, собственно говоря, все собираемся. Это организация Гилель. Это американская молодежная организация, вот, которая нам дает Дом и Кров, и каждую пятницу и воскресенье мы здесь собираемся. Собственно говоря, у нас, если мы не собираемся в пятницу или воскресенье, этот день переносится на какой-либо другой день. Поэтому, если вы можете, ну, вы можете загрузить в календаре, сколько было в этом году пятницы и воскресенье, и каждую пятницу и воскресенье мы собирались. Вот. Собственно, я, Даня Кэп, и теперь еще и Боди. Мы, вот, столько игротек за год мы провели. Я, что-то, поздравления перед итогами года я не рисую посчитать, сколько это. Но, смотрите, в каждом месяце у нас минимум 4 воскресенья и 4 пятницы, да? О, 4 ЖД-12, это у нас 24, 48, 48 игротек у нас получается в... Нет, мы провели больше, чем 48 игротек, друзья. 96. 96, вот, Даня Кэп на заднем фоне, он сегодня у нас оператор. 96 игротек, это в базе мы провели, не говоря о том, что у нас были выездные игротека, мы ездили в город-герой Одессу, куда нас пригласили на конференцию вести игротеку. Было очень круто. Были игротеки, которые проходили еще по субботам, дополнительные игротеки. То есть, в сумме за год мы плюс-минус провели порядка 150 игротек, что очень не кисло для такого человека, как я, у которого, который еще занимается ролевкой, как это та, которая одевается доспехи, одевается шлем, выезжается в лес на неделю, да, и там колбасится, да. Я также, я же занимаюсь, у меня еще есть работа, личная жизнь и так далее. Еще я успеваю в настольные игры играть. Вот, в общем, далее хочу поблагодарить отдельных лиц Гелили. Это директора Гелиля и ее мужа, это Юлю и Юру. Огромное спасибо за то, что даете возможность и помогаете мне с этим делом, с этим благородным хобби. Вот, хочется поблагодарить Лолиту и Викторию, которые уже здесь не работают. Они уже выросли, да, переросли от организации и поехали. Кто-то куда-то уехал, кто-то пошел учиться или работать на более серьезную работу. Вот, которые тоже мне очень помогали. Помогали мне обучаться управлением, сообществом, потому что настольное сообщество – это огромное сообщество. У нас сейчас 5 групп, у нас 10 чатов. Это везде нужно, чтобы новости выходили. Новости, то есть все новости в группах создаю я один. Я делаю, как это называется, новости заблаговременно, вот, и запланированные новости, да, и они выходят. Но все равно это требует огромного времени. Также мы снимаем обзоры в этой же комнате, да, это тоже занимает время. Вот, и благодаря, собственно говоря, Лолите и Вике я смог научиться управлять сообществами, которые показали. Огромное спасибо Димасе, который тоже постоянно мне какие-нибудь мелкие советики дает по управлению или подначивает. Вот, теперь хочу перейти к второму, так сказать, ряду людей. Это такие люди, как Дима в магазине «Игрофишка». Он нам иногда дарит игры, иногда продает их с неприличной скидкой, будем реалистами, да. Вот, спасибо огромное тебе, Дима, что нам помогаешь. Также хочу сказать огромное спасибо, друзья, заговариваясь, Эду, нашему любимому игроку, который нам подарил, то есть он вложился в покупку «Сумерок Империи», то есть там 5 человек скинулись и подарили «Сумерки Империи». Также он нам предоставляет на распаковку игры, которые приезжают к нему с Кикстартера. Он их еще, ну, не все игры он даже терпит и не открывает, и мы открываем вместе с вами, друзья, эти игры. Мы играем. Вот в этом году мне очень понравилась эта игра «Немезис». Это моя любимая игра из его коллекции. У него много игр, там, Mythic Battle Pantheon на 200 мини, да, там, «Лорды и лады» с кучей всяких кикстартерных плюшек и так далее. Но там, «This War of Mine», которая приходит к нему. Но вот «Немезис» мне очень сильно полюбился, потому что игра простая, понятная и, в принципе, даже кооперативная в каком-то понимании. Небольшое спасибо, как говорится, друзья, про вас помню. Это Рома и Дима. Дима. Нет, Дима и Коля. Нет. Рома и Коля. Огромное спасибо Роме. Он тоже часто приходит к нам, проводит свои игры, рассказывает что-то интересненькое. Всегда держит в курсе новостей. Вот в этом году мы сыграли в отличную игру. Я не помню, Kitchen Rush называется она, по-моему, где огромное поле кухни. И у нас есть песочные часы. И мы сделали действие, перевернули песочные часы. Это действие нельзя делать до тех пор, пока это действие не совершит, ну, не завершатся песочные часы. И игра кооперативная. Мы все там, мы готовим, мы готовим еду, мы моем посуду, мы обслуживаем столики. Это все одновременно. У нас есть на канальчике обзор на этот летсплей, на один раунд этой игры. Это сумасшедшая игра. Прям просто вау. Вот. Спасибо, на самом деле, всем гелелецам, которые помогают нам периодически. Потому что расписание немного иногда меняется. Иногда игра те, когда начинается раньше, позже. Спасибо, что предупреждаете, что двигаетесь так, чтобы нам было удобнее собираться и вам было удобней. Вот. Спасибо нашим игрокам, которые в этом году, так сказать, извините, не поймите меня неправильно, но вы эволюционировали. Вот именно гордое слово эволюционировать. Потому что, если раньше мне приходилось все правила его Дани Кэпа учить, то теперь люди сами начали читать правила от наших игр и приходить со знанием уже правил. То есть они готовы играть, что показывает, что наш клуб развивается, что он задает какую-то планку, да, то есть типа хочешь играть, приходи. Но на самом деле нет, я тоже какие-то правила знаю, и даже если вы не знаете правила, вы всегда приходите, и вы найдете компанию, или мы подберем, потому что, так сказать, всему большое, огромное сообщество, причем очень крутое. Вот, кстати, передо мной лежит игра «Три мушкетера», она очень старинная. Мне она досталась за 300 гривен, это как-то 5 долларов. Но очень красивые миниатюрки в этой игре, друзья. Вот, что еще, что еще? Ну, про это я рассказал, про покупку игр рассказал. Людей поблагодарил. Ну, теперь хочется, конечно же, пожелать счастливого Нового года. Вот, тем более, что у кого-то он недавно уже прошел, у наших друзей из Израиля, вот, у товарищей евреев, вот, а у христианских и Всемирный Новый год у нас наступает. Поэтому кого-то с прошедшего Новым годом, кого-то с наступающим Новым годом, друзья. Вот, хочется, конечно же, пожелать стабильности. То есть, не то чтобы рост, это плохо, но когда вот ты работаешь, у тебя все хорошо, у тебя ничего не меняется, это здорово. Хочется пожелать нам в этом году стабильности. И хочу пожелать вам, чтобы ваши игротечные фонды пополнялись новыми настолками. Или даже, чтобы они у вас даже появлялись. То есть, те, у кого нет игротечного фонда, собственно, хочу, пожелаю, чтобы он у вас появился, друзья. Вот. Ну, как бы, на этом, наверное, все. Всех с Новым годом. И да пребудет с вами крепкая печенка.